Меня просто похитили, но разбираться я буду во всем сам, когда выйду. Его похитили, да? Обстоятельства как, что, не рассказывал? А? Как похитили, вот, что? На него надели наручники, Татьяна Алексеевна сказала, Анатолийна сказала, что применялись к нему мировоззритель только наручники, которые надели на него, на Некрасовской 50, вот, и транспортировали сюда. Значит, какие-либо медицинские документы, она показывает, отказалась, вот. Ну, и Никита отказался от того, чтобы я представляла его интересы. И кто-либо другой тоже представлял его интересы. Поэтому вот сейчас, ну, надо набраться терпения. Ждем его врачи. И ждать 21 числа Татьяна Анатольевна меня заверила, что в 9 часов я могу его встретить. Он сказал, что его похитили, связали, привязали, привезли, нагололи. Накололи. Накололи. Да, и что ему ставят? Капельницы. Ну, делают уколы, да, его холят. Чем холят? Чем не говорил, не знаю. Ну, он смеется, говорит, что витаминами, глюкозой. Ну, это, конечно, не так. Ну, я не могу сказать. Я не знаю. Но у вас здесь все лекарства, вот, по внешним признакам видно. Потому что Никита очень живой такой человек. И, ну... Обычно он очень эмоциональный. Эмоциональный, да. А здесь заторможенный, да? А здесь заторможенный. Нехарактерно ему. Ну, развеется, он здраво. У меня есть свое мнение на то, что произошло. Я считаю, что его уже там поджидали снарядом в милиции, когда он повторно пришел сдавать вот эти тесты, которые ему навязали. Я считаю, что это идет просто защита чести мундира или там белого халата, как хотите. Прикрытие. Да, и они просто врачи, ну, короче, покрывают друг друга, и все. Если бы они знали, что подымется такой шум, наверное, они бы его оставили просто в покое. Потому что я вижу, как люди его поддерживают, сколько людей, сколько каналов вот это все показывают. Потом Татьяна Анатольевна, конечно, была недовольна тем, что в ее адрес тоже всякие мерзости пишутся. Но это никому не приятно. Ну, вот, и еще хочу сказать, что о том, что Никита оказался на психиатрическом учете, мы узнали это только вот во время вот этих вот всех событий, которые произошли. До этого мы даже не подозревали о том, что он оказался у них на учете консультативном. Я опасаюсь того, что его сейчас выпишут с определенным каким-нибудь диагнозом, ну, как бы повесят ярлык на моего сына, да, психбольного. Я с этим буду бороться. Я думаю, что Никита тоже будет доказывать свою дееспособность вплоть до независимой психиатрической экспертизы, конечно, не сразу после вот этого излечения. Но я не считаю своего сына сумасшедшим. Ну да, он немножко экспансивный, вспыльчивый, эмоциональный. Но он вполне адекватный и не представляет никакой угрозы для общества. Чтобы его вот так вот схватить и госпитализировать, это просто беспредел. Я считаю, это беспредел. И, конечно, когда Никита выйдет, мы будем жаловаться. И будете добиваться полной реабилитации? Да, будем добиваться реабилитации. Не знаю, насколько, ну, чем это все закончится, но зная своего ребенка, он очень упертый. Вот он очень упертый. И вот кто с ним свяжется, вот лучше с ним не связываться, это честно. Я думаю, что крови попьет он у них очень много. Обращаясь к людям, я бы хотела сделать обращение и попросить людей, которые 25-го числа присутствовали на Некрасовской 50 в психдиспансере и, может быть, и видели, как происходило задержание Никиты Забазного в психиатрическую больницу с патрулем, как выясняется, полицейским, да, чтобы они мне позвонили по телефону 914-795-63-70, как свидетели этого задержания, для дальнейшего разбирательства и реабилитации моего сына. Продолжение следует...